Я устал, я ухожу. Негласный лидер национал-патриотов Казахстана Мухтар Тайжан решил завязать с политикой. Как бы оправдываясь, он поведал журналистам, как тяжело биться головой о непробиваемую стену, о давлении на собственный бизнес и позабытую из-за общественной активности семью. На фоне портрета великого Абая, бывший рьяный оппозиционер и сам смахивал на героя, только речи его были полны пафоса. Пока есть силы, запал, каждый патриот должен поработать на общество, на народ, затратить ресурсы материальные, нематериальные, моральные, чтобы хоть несколько капель, несколько кувшинов налить в общий чамп. И тогда все равно будет результат. Национал-патриот уверен, что свои несколько кувшинов в общий демократический чан он уже влил. Тайжан всегда был на передовой за развитие казахского языка. Кроме того, призывал к изгнанию России с космодрома Байконур и требовал закрыть все полигоны в Казахстане. С самого начала он и его соратники были противниками таможенного и Евразийского союзов. Последний штраф Мухтар Тайжан получил за акцию российского консульства, когда заступился за Украину. Это по международному праву военная агрессия. Это оценка международных организаций. Заслуги активиста Тайжана никто никогда не принижал. Но вопрос, кто заказывает музыку и оплачивает банкет, не дает покоя уже много лет. Бывший зять Ельбасы Назарбаева Рахат Алиев выложил в Фейсбуке пост о проплаченных аккордой нацпатриотах. Якобы Нурсултан Абишевич лично, чуть ли не под диктовку Кремля, приказал Мухтару Тайжану успокоиться, чтобы не провоцировать Россию. Запись эта сделана 8 марта, а уже 18-го активист заявил о добровольном уходе на покой. Совпадение ли это? Впрочем, сам Тайжан в таких вопросах, как Кремень. До этого писались такие вещи, Дима, как я беру деньги у КНБ, у администрации президента, у ваххабитов, у Аблязова. У кого только я деньги не беру. Может говорить любой. Покажите доказательства. Постоянно об этом пишут. Доказательства, пожалуйста. А ведь еще три месяца назад бросать общественное дело Тайжан и не думал. Напротив, спорил с бывшим редактором оппозиционной газеты «Взгляд» Игорем Винявским, что не имеет тот права, сбежав в Польшу, проблемы казахские решать. Якобы в стране порядок наводить будет сам Тайжан с единомышленниками. Но, видимо, передумал. Или все же передумали за него. Однако, уходя, Мухтар пообещал, что если Казахстану станет угрожать Россия, он обязательно вернется. Слова-слова. Слова-слова. Опять слова. Одни слова. Слова-слова. Слова-слова.